Здравствуйте! Сегодня покажу вам шашлык по летнему. По летнему почему? Потому что много овощей мы будем все мариновать вместе с мясом и все овощи. Будем также с вами жарить все вместе на одном шампуре мясо и овощи. Режем 2 кг мяса. Режем на порции мяса. Готово. Переходим к овощам. Я обычно начинаю с лука. Режем лук. Буду мариновать мясо. Покрываю снизу луком. Режем лук. Субтитры сделал DimaTorzok Затем срой мяса, урежем квадратиками И покрываем наши овощи кусочками мяса Вот первый слой готов, естественно теперь солим Добавляем приправу Все, начинаем второй слой В том же порядке Ты знаешь, всегда считалось, что шашлык это кавказского происхождения слова А я вот недавно вычитала, что вовсе не кавказского И в русском языке вообще оказался случайно это слово шашлык Что оно происходит от крымско-татарского языка И можно сказать, даже искажением является слово шиш, это вертел И говорили шашлык, то что находится на вертеле А шашлык, он стал, ну уже адаптировалось слово И на Руси появилось где-то в 18 веке Называли так верченное на вертеле мясо Верченное на вертеле целиком делали поросяты, бараны Слой за слоем Вообще-то в мясе главное не так как оно жарится Как оно замаринуется И с чем оно замаринуется Главное маринад Вот Добавим слой майонеза Ложку горчицы Это можно теперь еще перемешать Ох, как красота получается Мы делаем шашлык из свинины А изначально это был шашлык из баранины И уже чуть позднее только начали под словом шашлык понимать и любое мясо И птицу, и свинину, и телятину, и что угодно И сегодня даже не спорят и не ищут страну, где впервые появился шашлык Потому что еще древние люди научились добывать огонь И готовили мясо, приготовленное на костре И охотники, и солдаты готовили мясо такого же плана на костре Только без помидоров Ну да, у них не по летнему А у нас по летнему У нас очень много будет овощей Потому что нужно использовать любое время года С теми продуктами, которые в это время имеются Ой, у меня опять тоже слюна пошла С тобой вдвоем сглатываем Причем интересно, что в каждой стране Вот это блюдо может называться по-разному А ты знаешь, я совсем недавно узнала Что в Ульяновске, там на одной из улиц Есть памятник шашлыку Он находится возле какой-то шашлычной И если у нас будут гости из Ульяновска Или наши друзья из Ульяновска Напишите, пожалуйста Может быть даже у себя разместите фотографию Где-то этого памятника У нас такой шашлык, что у нас бабушки Смолка нашей бабушки 89 лет И она его с удовольствием кушает Потому что он тает во рту и выживать не надо Да, это да Очень популярное блюдо И постоянно известны даже конкурсы Так один раз проводили конкурс на самый длинный шашлык И был шашлык длиной 180 метров 90 сантиметров Это в Казани, да? Если есть у нас гости из Казани Пожалуйста, напишите Знаете ли вы об этом в своих комментариях Вообще прикольно Я даже представить не могу Такой шашлык Это ж такой шампун, знаете Шампун, да На чем же его жарим? Угу Сегодня до нас дошло много анекдотов И, наверное, они каждый день тоже рождаются В том числе анекдоты про шашлык Например Надо быть бараном, чтобы отказаться от настоящего шашлыка Или На улице грузин жарит шашлыки и кричит Шашлык из барашек, шашлык из барашек Его спрашивают А из свинины есть? Слушай Этот барашек при жизни такой свиньей был Ну, вот так вот примерно Теперь чуть-чуть добавим кислоты Для того, чтобы мясо было мягче Ты лимон выдавливаешь, да? Ну, конечно Это же кислота Угу Вот так за разговорами Мы маринуем шашлык Да, я Мы Уже почти готов Ну, добавим немножко лимона Или много лимона надо Или добавить немного уксуса Все, мы замариновали Шашлычок наш Сколько теперь мы будем мариноваться? Максимум 2 часа Вполне достаточно Для того, чтобы он мягкий Хороший Ну, хорошо Все, накрываем И ставим Возвращаемся через 2 часа к вам Маринуется шашлычок Мы приготовим вот такие вот Для барбекю Бедрышки Бедрышки Я делаю так Вначале делаю так Проколы Дырочки Посыпаю солькой Черный молотый перчик Можно еще У меня есть приправа Специальная Для курицы Можно приправа Накрываю пакетик Чтобы она не брызгала И сбываю Все косточки перемалываются И когда оно поджарится Эти косточки Они не будут ощущаться Как отбивная Постолит И готово То же самое Добавляю сюда Волочи Грех летом Когда Столько кругом Овощей Всего не воспользоваться Таким случаем Клади рукость Овощей вычитала что во франции первую шашлычную открыл александр дюма автор трех мушкетеров где-то в конце 19 века после того как побывал на кавказе интересные факты так замаринована курица у нас возвращаемся через пару часов вот только-только распалили переходим к самому ответственному этапу на низко шашлыка я обычно нанизываю так с овощами беру первый ручок пошел ручок потом пошла овощ добавили кабачок или это второй пошел пошел желательно чтоб к мясу шел томат мясо шел томат вот теперь кусочек мяса с другой стороны тоже самое берется томатик с этой стороны к мясу потом берется кабачок синенький как он называется баклажан баклажан лучок лук только нанизывается короче той стороной чтобы он был большей стороной к мясу теперь идется на лучок мясо не овощи мясо потом опять идется помидор вот это мясо на шампур больше не поместится то есть на этот самый мангал шампуры старательно чтобы они были потоньше чем тоньше шампур тем лучше вот опять пошли нанизывать таким же образом таким же образом старайтесь только чтобы оно все чередовалось вот перчик вот перчик забыл даже почти перчик он должен накрывать мясо я так и знала кому-то не додали в шашлыке перца перчик должен накрывать мясо теперь берем кусочек мяса перчик когда будет тигру не додали мясо в клетке вот такая красота получается помидорчик сюда хочу помидорчик не пойдет тут пойдет ручок когда же ты делал так как я хочу я всю жизнь делал так как ты хочешь теперь ручок сюда должен быть и не боитесь не бойтесь нанизывать по это самым поплотнее поплотнее чтобы оно было все потому что они когда будет ужариться уже не ужарится будет петтись ужаривать не надо печется как раз ужаривать не вздумайте никогда чуть-чуть чтобы оно подпекалось овощи не любят пережаренные ну мне поджаренный пожалуйста тебе поджаренное мясо я знаю что ты любишь но не овощи мясо тут не поджарится оно будет таять во рту ну хорошо давай тогда посмотрим когда нанизаешь все вот такая у нас получилась красота сейчас когда оно поджарится чуть-чуть это вы увидите когда оно будет в готовом виде шашлык ассорти вот у нас какая вкуснятина будет получаться красота во первых во вторых это будет очень-очень вкусно вот оно уже выглядит ничего попробуем маленький кусочек знаем мы твой маленький кусочек ну вот вот тут всего килограмм ага шашлык готов ставить в рту поверьте ням 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 очень вкусно будет нам а что хочет идите к нам присоединяйтесь очень вкусно вот такая у нас красота получилась ужин готов приступаем к потреблению пищи курочка с овощами на барбекю а рядом картошечка курочки будет уже темнее глянь как красиво да это будет ужин уже сегодня у нас то есть раз замариновали два ужина готово да делаем вскрытие вскрытие покажет получилось или нет получилось или нет покажет дегустация да вот так вот это я думаю вообще получится тебе надо было лопатку принести да принести то возьми две вилочки рукой придержи а ты можешь так вот и ляп нет так нельзя ляп не получится зря мы вилочкой это делали конечно ну придави так к курице у нас добавилась картофель и вот такой вот огурец только что в грядке очень сладкий кстати не знаем какой сорт если кто-то знает напишите но очень сладкий огурец так приятного всем аппетита мы приступаем к ужину оставайтесь на нашем канале до новых встреч